Мы перешли на ты? На вы. Вы пьян. Да? Да. Перегаром не надо на меня дышать. А где можно ознакомиться с суставом? Куда вы бежали-то? Прошу и вас еще немножечко освещать эти проблемы, потому что... Вот это вот надо всем знать. Руками меня трогают. Где? Тут раз, мне толчу. Ну вы меня рукой-то трогаете. А зачем телефон схватил? Опа, схватил телефон. Зачем? А зачем ты хватаешь? Не снимай меня. Не надо так делать. Мне не надо снимать. После того, как вы распустили руки, я считаю, наша договоренность автоматически аннулировалась. И слышать слово «хоспис» для него это дом смерти. А то, что мы закрываем пациентов. Все закрыты палаты. Которые под препаратами. И решетки на окнах. При правильном подборе препаратов они осознают реальность. Специализированная кровать. Фиксируется рука, допустим, кровати. Если фиксируем руку, человек может себя просто поцарапать. Девочке несколько дней назад пациент поломал палец. У них есть склонность убегать. Как минимум дважды, без галли пациента и, возможно, под препаратами. Она спросила, как пройти в город, что она сама с Кургана. Пациенты сбегают. А рядом детская площадка. По всем признакам, это натуральная дурка, просто частная. Станция юных стариков. Это наша территория. У нас цены на квартиры упадут. Это здание под забором. У него своя территория, огороженная. А вот ворота вообще закрывается? Нет? Открыто? Никаких знаков? Нет? Смертность была в 14-м 57,6. Улучшаем им тоже статистику? Конечно. У них уменьшается смертность? У нас на этом здании лицензии нет. Я надеюсь, у вас фасад больше не будет летать, как в прошлом году? Хотя у меня лицензии нет, но... То есть они работают подпольно. Они у меня дежурят по сменам круглосуточно. У нас кинет сестры. Грибка больше нету? Грибка нету. Вот и есть плесень. Вот она. Это грибок? Да, он каплями льется. Да не рука, а тут не нога может влезть. Углы промерзают. Там все здание насквозь. Там у ремонтирования, ремонтирования, но все в грибке. Подвала нет, то есть пол промерзает. А вот влажность повышенная до сего. Видно, видно, видно. Очень много документов. Не дай бог что-нибудь вспыхнет. Коронавирус? Серьезно? Да. А вы почему без маски? То есть все, вы закрылись для свободного посещения? Да. Я директор, покиньте территор. А я могу посмотреть ваш документ? Обычных жителей больше не пускайте, да, только родственников? Милицию? Да, она сказала. С Белоруссией что ли? Нет, она сказала, милицию вызвала. Ну просто вы говорили, что вы открыты для общения, у вас все по-честному. Я открыта для общения. Вы всегда с людьми разговариваете спиной? Вообще на приватническое такое отношение. Ну каждый раз меня терроризировать тоже не надо. Вы готовы встретиться? Я без проблем, я могу встречаться, и мне нечего скрывать. Мы уже собрали 117 росписей. Здравствуйте. Вы СХМАУ, комиссия, да? Департамент социального развития. Да, да. Про селортический визит? Да, потому что здесь есть нарушение.